Итак, к другим темам, самым ярким событием этой недели стал фестиваль студенческого творчества. Наташа! Наташа! Это очень срочно, Наташа! Дима, я так-то эфир веду! Наташка, какая программа? Наташ, я тут вляпался, понимаешь? Вляпался я! Куда ты вляпался, Дима? В молодость, Наташенька, я вляпался в молодость. Меня надо срочно выручать, впрочем, долго объяснять. Иди скорее сюда. Куда тебя опять угораздило? Где мое платье? Наташа, платье тебе не понадобится. Ты что? Наташ, ты что, не слышала? В Ханты-Мансийске проходит российская студенческая весна. Две тысячи студентов приехали. Они будут показывать свои творческие таланты в десяти направлениях. Пятьдесят номинаций. Ты можешь себе это представить, Наташа? Я один не вывезу. Я один не вывезу посетить все эти площадки. Мне срочно нужна помощь. Слушай, я тебя сейчас перемещу в пространстве, и ты сама во всем убедишься. Я сделаю тебе монтаж. Вот она сила монтажа, и я уже нахожусь на одной из точек проведения студт-весны в культурно-досуговом центре «Октябрь». Ребята, у вас был такой интересный номер. Расскажите про него. Что он вообще означает? Что вы хотели выразить им? Это был номер ландского танца. Мы в нем показывали, что его можно танцевать и строго, и также заряженно-весело. То есть в виде клоунов? Да. Откуда вы приехали? Какое учебное заведение в Киеве? С Башкирии. Город Нефтекамск, многопрофильный колледж. Необычную интерпретацию ирландского танца студенты из Нефтекамска презентовали в оригинальном жанре. Всего же в этом направлении эксперты оценили 38 номеров. Анна Доткина из омской делегации решила покорить стут весну ногами. Таких жонглеров называют антиподистами. Освоить этот жанр помогла цирковая студия. В ней артистка занимается уже 9 лет. Я жонглирую ногами различные предметы. Там, например, цилиндр, шестигранник. Номер по длительности 4 минуты 20 секунд. И в конце номера уже устают ноги, поэтому тяжело все равно. Студентка хорошо жонглирует не только ногами, но и руками. А еще она готова делиться своим мастерством с окружающими. Одно из самых масштабных направлений российской студенчества... О, Наташа, а где у тебя обруч? Не поймала? А я тебя, кстати, как раз хотел познакомить с танцевальным направлением. Здесь, кстати, участники выступают по различным категориям. Здесь и народный, эстрадный, уличный танец, современная хореография. В общем, множество всего. И, кстати, сейчас готовятся к выступлению воспитанники Центра искусств для одаренных детей Севера. Поэтому я предлагаю пойти посмотреть. Но организаторы попросили в начале номера соблюдать тишину, так как первая часть исполняется акапельно. Все, тихо, пойдем. Здравствуйте. Продолжение следует... Р hot water. 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 КОНЕЦ Наш номер – это дуэт венгерских цыган. Сложность заключается именно в капельной части, выдержать ритм, то есть хлопать как следует, выявить свой музыкальный слух для зрителя, показать зрителю, что ты можешь справиться с ритмом, правильно выхлопать все хлопушки, которые даны в номер. Расскажите, откуда вы? Мы из города Ливия! Расскажите, пожалуйста, какие вы направления танцуете? Хип-боб, Афра, Тэнс-боб! Вы готовы побеждать? Да! Вот такие ребята! И еще не только город Липецк, но и здесь очень много разных регионов. Дима встретила столько классных, талантливых ребят, например, Арину Клименко. Да? И в каком направлении она выступает? Ну, во-первых, она приехала из Челябинска, и учится она в Международном институте дизайна и сервиса. И участвует в номинации «Кастомизация». Студентке нужно было расписать футболку, куртку и кеды, вдохновляясь культурой коренных народов Югры. На кедах я использовала орнамент «Большая волна» и рыбу, потому что она имеет большое значение для местных коренных народов. Также здесь у нас тайга, лось, вот такой вот холод в таких тонах синих. Узо, орнамент, большие рога. Следующая у нас куртка джинсовая, там тоже какой-то определенный орнамент. И в центре кто у нас? В центре у нас здесь находится соболь и орнамент «Сидящий соболь». На фоне у нас лес и такое вот нежно-голубое небо. В направлении арт приняли участие полсотни студентов. Большинство конкурсантов выбрали для себя номинации «Иллюстрация и графический дизайн». Свои проекты защищали перед экспертами. В «Иллюстрации» было четкое задание. Им нужно было взять два мультфильма. Один из истории, как бы так сказать, прошлого века, наследие мультипликации российской. И второй мультфильм более современный. И, соответственно, студенты должны были переосмыслить, как они видят плакат с использованием уже более таких современных технологий, компьютерных программ. Я сделала большую лекцию, которая показывала вообще о возможностях кастомизации и в мировом контексте, и в контексте России. Также они послушали лекцию специалиста-историка искусства, который изучает орнаменты Ханты-Мансийского округа, такого этнографа, который рассказал семантику этих знаков. А вот Ульяна Чикатилова из Надыма, чтобы раскрыть весь свой творческий потенциал, решила участвовать в региональной программе и еще пяти направлениях – оригинальный жанр, театр, танцы, моды и арт. Когда ты выходишь на сцену, ты просто забываешь обо всей усталости и просто, правда, кайфуешь. Я люблю такие творческие проекты. Это всегда столько эмоций, это очень прекрасная атмосфера, где ты понимаешь, что ты на своем месте, и что люди окружающие тебя просто становятся настоящей семьей. Мода также представлена на студвесне. Это, безусловно, одно из самых ярких направлений этого фестиваля. Здесь и вечерняя мода, готовая к носке и спортивный стиль, концептуальная мода и мода мегаполисов. Кроме того, участники представили свои костюмы с этностилем. В направлении были и мужские работы. Я решил попробовать в своей жизни что-то новое и поступил в колледж креативного инстрии на модели реконструктора. Еще до поступления в колледж я уже начал работу над своей первой коллекцией, потому что у меня мама шьет, и она мне помогала именно с реализацией. На мой взгляд, самое интересное задание было у стрит-арт художников. Для них организаторы установили на берегу Иртыша выкрашенную в белый цвет семиметровую баржу. Конкурсантам нужно было не просто красиво расписать судно, а оставить социальные послания людям. Одной из них принадлежит Марии Исаковой, студентка из Перми. Изобразила нашу планету с крыльями, чтобы они защищали ее от загрязнения. После студ-весны эта баржа будет ходить по рекам и вдохновлять югорчан на добрые дела. Я очень рад, что Наташа с головой погрузилась в студ-весну. Я же в свою очередь сейчас тороплюсь в КТЦ Югроклассе, где пройдут показы региональных программ. Их продемонстрирует 20 делегаций. Что же такое региональная программа? По большому счету, это готовое концертное выступление, которое длится полчаса. И именно там собраны лучшие номера, которые делегации представляют здесь, на студ-весне. Прошу всех пройти в зал. Приятного просмотра. Ханты-мальтийский АО! Ханты-мальтийский АО! Ханты-мальтийский АО! Ханты-мальтийский АО! Мы готовы! По-английски-на-мальтийский АО! По-английски-на-мальтийский АО! Их тр Что, Студвесна? Это большой фестиваль, это то время, когда мы экспертами приезжаем и как-то обновляем свою кровь, так скажем, за счет участников, потому что, ну, это всегда вдохновение. Земляков ждете на сцене? Земляков это кого конкретно? Нижневарковский игру в целом. Ну, как бы жду. Но никаких, так скажем, они не в приоритете, так скажем. У меня нет такого, что если я с этой земли, то, значит, буду как-то более лояльна к ним, ничего подобного. Я очень люблю Канты-Мансийск, я всегда с удовольствием сюда приезжаю. Канты-Мансийск и плюс студенческая весна – это два плюса вместе. Это такой один большой, огромный плюс. Студвесна – это не только творческая, но и насыщенная развлекательная программа. За шесть дней гостями фестиваля стали Ливан Горозия, Полина Гагарина, Мэри Гу, Вячеслав Макаров, Ваня Дмитриенко. А еще игроки выше Лиги КВН и много звездных экспертов. Канты-Мансийская студвесна уже вошла в историю. Во-первых, столица Югры стала самой северной точкой, где когда-либо проходил студенческий фестиваль. Во-вторых, Канты-Мансийск стал первым городом с населением в 100 тысяч человек, которому посчастливилось принять на своей земле творческую молодежь со всей страны. Ну и по количеству участников Югорская студвесна смогла опередить Челябинск, где годом ранее собирались учащиеся среднеспециальных учебных заведений. Мы действительно, сделали больше, чем могли, для того, чтобы это случилось. И на нашей памяти, хотя вот мы с Сережей уже больше 10 лет в студенческой весне, это первый раз, когда у нас есть гран-при, в общем, зачет. Ребята молодцы. Ребята молодцы. Ребята молодцы. Наташа, ну рассказывай, как тебе? Это было просто супер. Я бы еще раз окунулась в эту невероятную атмосферу. А ты представляешь, каково студентам? Ведь вот-вот все закончится, и они разъедутся по домам в свои регионы. Но я уверен, что они будут вспоминать нашу Канты-Мансийскую студвесну. И мы тоже будем скучать по российской студвесне. Наталья Акст. Дмитрий Пришвицин. Программа «Больше чем новости. Итоги недели». Увидимся на следующей неделе.